У нас сегодня очень интересный собеседник Жамал Мюлим, предприниматель года в номинации инновации Да, вы первый на рынке, но это не всегда удобно и не всегда хорошо Какой был офис? Какой был стартовый капитал? Офиса не было вообще То есть офис был в машине? Или в гараже Непонятно, когда будет отдача и когда будет возврат капитала Сегодня век быстрых изменений Этапы промышленной революции Сегодня мы будем говорить об инновациях предпринимательской деятельности Практически ваш совет Не бежать в бизнес сломя голову, сначала набраться опыта Здравствуйте, в эфире телеканал АСИБИСИ, еженедельная программа «Час предпринимателя» Ввиду ее я, Анастасия Рогимова, съемки проходят на территории гостеприимного отеля «Хилтон Баку» Сейчас на своих экранах вы видите ватсап-номер, на который вы можете присылать пожелания и комментарии И мы будем обязательно их учитывать при формировании наших дальнейших выпусков Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему Мы будем говорить об инновациях предпринимательской деятельности А помогут нам в этом наши постоянные гости и эксперты Это автор идеи «Час предпринимателя», депутат парламента Азербайджана, доктор экономических наук профессор Уфат Гулиев А также директор общественного объединения правового и экономического просвещения предпринимателей Член коллегии адвокатов Азербайджана, доктор философии в области права Вархат Сатаров И я рада приветствовать у нас в гостях нашего приглашенного эксперта по заданной теме дискуссии Это Джамала Хасаева, который является учредителем и генеральным директором компании «Фрейзик» Сыринным предпринимателем и инноватором И именно сегодня мы будем говорить об инновациях предпринимательской деятельности По нашей хорошей доброй традиции я передаю слово Очень хорошей доброй традиции Бруфат Мелимов Да, ну спасибо большое, я благодарю гостя за то, что нашел время и пришел на нашу передачу Я, честно говоря, в последнее время, Фархад, очень изумляюсь Что очень много видов бизнеса, которые буквально зародились буквально несколько лет тому назад Как-то я, может быть, несколько консервативно относился к этому А сейчас я смотрю, что бизнес больше перемещается из реальной экономики в виртуальную экономику Но это, естественно, веяние времени Против этого невозможно пойти И с этим надо и соглашаться развивать Развивать эти процессы Но что интересно в Азербайджане Этапы промышленной революции Да, 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 да Если не ошибаюсь, сейчас четвертая Некоторые говорят даже о чатах Уже, да, информационный этап развития Принцип революции – меняйся или умри Да Ну, тут, понимаете, что интересно В Азербайджане складывается некая такая группа, каста Даже, я бы так сказал бы, сегмент молодых энергичных предпринимателей Которые буквально стартуют в такие бизнеса Которым, может быть, даже три года назад Вообще даже и люди не знали, и не мечтали Понимаете, это, естественно, говорит о том, что есть большой энтузиазм У молодых людей в Азербайджане С другой стороны, усилие государства не пропадает даром То есть создаются условия, государство создает условия Они, пользуясь этим условием, стараются идти в ногу со временем Я долго не буду говорить, потому что у нас сегодня очень интересный собеседник По закону нашей передачи сегодня и Фархад Малим пару слов скажет, реплики свои Спасибо большое, Рафат Малим Вот буквально перед началом записи нашей передачи Я вот обдумывал, что может быть уже назрела необходимость Принятие закона об инновационной деятельности у нас в Азербайджане Потому что само понятие, оно всегда в различных смежных отраслях используется Просто может быть возникла уже необходимость систематизировать усилия государства По поддержке и развитию вот этого элемента Ну, если говорить с точки зрения законодательства То есть у нас есть понятие инновационная деятельность Которое закреплено в налоговом кодексе Это подразумевает создание товаров или предоставление услуг на основании применения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Так называемый НИОКР С целью получения экономической или социальной выгоды Понятие инновационная деятельность Я хотел бы сказать, что это подразумевает собой Для выработки определенного понятия самого стартапа Потому что само понятие стартап Когда мы говорим с точки зрения законодательства Есть, значит, несколько критериев Во-первых, данный стартап, он должен соответствовать определенным критериям Которые были приняты соответствующим органам исполнительной власти Во-вторых, это должно быть субъекты микро- и среднего бизнеса А также, третье, должно содержать элементы инновационной деятельности С целью получения сертификата стартапа То есть сам этот сертификат, получение вот этого сертификата Подразумевает собой, что данные субъекты Они будут освобождены от подоходного налога Если это физическое лицо Или же освобождение налога на прибыль В течение трех лет с момента предоставления этого сертификата Если вот вкратце сказать о критериях Это закреплено в соответствующем решении кабинета министров То есть каким критериям должны соответствовать те или иные субъекты Для обращения, для получения вот этих сертификатов Это, во-первых, должно быть, как я сказал, субъекты малого и микро-бизнеса Во-вторых, скажем так, доля участия среднего или крупного бизнеса Вот в этом юридическом лице Оно не должно превышать более 49% Также, скажем так, работа Или же вот услуги, которые будут предоставлены Вот данными, значит, субъектами предпринимательской деятельности Они должны быть, то есть организованы Вот производственные процессы Они должны быть организованы какой-то в новой форме И, соответственно, вот эти услуги, они не должны быть тождественны Уже с существующим каким-то стартовым началом То есть вот вкратце я хотел бы дать вот это как бы введение Спасибо, Фархат Мирим, за ваш комментарий Потому что мы каждый раз подчеркиваем, что наша программа носит практические аспекты Я думаю, что те люди, которые заинтересованы в создании стартапов Прослушав ваш юридический комментарий Поняли, что им необходимо делать для того, чтобы их проект реализовался Кстати говоря, вот, Фархат Мирим Сейчас я ему отвечу Фархат Мирим, кстати, вот один момент Я еще вот говорил о субъектах малого или микробизнеса Насколько я знаю, уже рассматривается законопроект Вот новый законопроект о малом бизнесе и так далее О развитии вот этого Я вам скажу много глубоко уважаемый Фархат И парламент Азербайджана, и наш комитет, значит, который занимается вопросами экономики и предпринимательской деятельности Мы всегда открыты всему новому Вы можете официально обратиться Я, видите, который раз уже говорил Обращайтесь, давайте будем рассматривать Давайте будем, понимаете, идти вперед А то, что вы говорите специальный закон Я не против Но этот закон должен создаваться уже с тем намеком Или точнее с тем прицелом, чтобы дать стартовую возможность Мы всегда будем говорить там на три года Вы имеете ввиду инновационную деятельность? Да, я об этом имею, да Поэтому я что хочу сказать, да У нас законодательство, оно, это живое Это не догма, понимаете И оно меняется Мы практически в год принимаем буквально десятками новых законов И сотней различных, значит, изменений в законы Поэтому мы всегда готовы Да, и поэтому мы приглашаем гостей И спрашиваем у них, в том числе, с какими трудностями они сталкиваются Как предпринимателями и какие у них были бы пожелания По улучшению законодательства, по кредитной политике Жамал Милим, у вас очень сложное направление деятельности Это инновации Почему сложное? Потому что для обывателей инновации Это что-то такое вот малоизвестное, понятное, непонятное И потому даже отчасти пугающее У вас несколько направлений деятельности Я знаю, что вы разрабатываете системы лояльности для клиентов И работаете даже с подсознанием клиентов, используя новейшие технологии, ароматехнологии Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в этот бизнес Почему инновации И продолжение нашей дискуссии С какими сложностями вы, как предприниматели, сталкиваетесь в своей деятельности? Спасибо большое за приглашение Я расскажу, сейчас отвечу на ваш вопрос Единственное, я хотел добавить к тому, что вы сказали, Фархад Майюм Данный сертификат дает агентство по развитию малосреднего бизнеса Мы это всегда отмечаем Одним из важных факторов Это кобия, да? Да, кобия, да Одним из важных факторов для получения этого сертификата Требуется подготовка детального бизнес-плана Совершенно верно Что очень сильно Это соответствующее есть заявление И непосредственно должно быть применено Вы обращались за получение? Мы не обращались Но мы не исключаем вероятность того, что может в будущем обратимся Почему не обращались? Потому что мы, если честно, не считаем себя стартаперами Мы больше предпочитаем называть себя оппортунистами То есть мы ищем возможности Смотрим, какие проекты можно реализовать Какая у него будет ценность Параллельный Параллельный может быть, да, и так далее А стартапы, они в основном это Есть идея Интересная, которую можно реализовать А финансовая сторона, она всегда отходит на второй, третий или четвертый план Сначала реализуем, наберем там базу клиентов А потом будем искать там инвестиции и так далее У нас немного другой подход Поэтому мы не обращались Но, как я говорю, не исключено, что мы обратимся Потому что данный инструмент Очень сильно может помочь в развитии определенных бизнесов Вот вы затронули тему того, что мы занимаемся инновациям и так далее Есть теория Красного океана и Голубого океана Наверняка вы слышали Красный океан — это где в основном хищные рыбы, акулы, пираньи и так далее И устоявшийся рынок с устоявшимися правилами, игроками, конкуренцией и так далее Если заходить на этот рынок, то обязательно нужно получение данного сертификата Это очень сильно поможет Голубой океан — это где вы один, вы нашли нишу Вы формируете рынок, вы запускаете какой-то новый бизнес И правила игры создаете вы В этом случае вам не нужно очень много инвестиций Вам просто нужно правильно выстраивать свою стратегию Вы в Голубом океане начинали? Так уж исторически сложилось, что мы занимаемся бизнесами в Голубом океане Да, исторически сложилось Он пока еще голубой Он рано или поздно становится красным Обязательно, да Это по-другому Любой океан начинается предпринимательски с голубого Потом поэтапно переходит такой полукрасный, красный Ну естественно, это законы развития рыночной экономики С другой стороны, говорят, как бы Да, вы первый на рынке, но это не всегда удобно и не всегда хорошо, когда вы на рынке первый Намного удобнее, когда вы начинаете вторым, не говорю там Учиться на чужих ошибках Абсолютно верно, да Абсолютно верно Потому что мы формируем рынок, мы привносим новую культуру Мы пытаемся объяснить, что это, зачем это Это отнимает очень много ресурсов, как человеческих, так и финансовых Возвращаясь к вашему вопросу, как мы к этому пришли Ну, как я к этому пришел, да, наверное, так будет правильнее Как-то так сложилось, что мы хотели заниматься чем-то новым, чем-то интересным То, чего нет в стране Потому что мы считаем, что создание нового пирога позволяет создавать новые рабочие места Создавать новую ценность, которой раньше не было И первый бизнес, которым мы как раз начали заниматься в этом направлении Это аромамаркетинг Это специальное оборудование, которое устанавливается в местах, куда ходят клиенты Это рестораны, отели, бутики, салоны красоты и прочее Данный аромат создает определенную положительную атмосферу для клиента Вызывая определенные позитивные ассоциации У нас у всех это так устроено Это является маркетинговым инструментом Зрительная память намного слабее, чем ассоциативная Мы давным-давно с вами окончили школу или переехали из двора детства Но бывают моменты, когда мы где-то проходим, чувствуем какой-то аромат, который возвращает нас в школу Аромат булочки из столовой Это так устроен человек Ассоциативная память самая сильная И именно этим занимается эта технология На самом деле, когда мы говорим инновации, это не обязательно что-то связанное с технологиями Это могут быть процессы, которые выстроены иначе, по-новому, так как раньше это не делали И что дает свой определенный результат, свой эффект Это был первый бизнес, который мы начали, который очень активно развивается в Азербайджане 90% торгово-северственных предприятий на самом деле используют данное решение Сколько лет вашему бизнесу, если не секрет? Мы запустили в 2014 году, в 2013 Мы были первыми, кто это начал делать После нас открылось около 30 аналогичных компаний То есть голубой океан перестал быть голубым Да, но позиции лидера мы умудрились сохранить Здесь знаете, что интересно? В принципе, мы же все были в Дубае Там по городу идешь и буквально прямо в самом городе От улицы к улице разница И парфюмерные магазины, кстати, между прочим И фастфуды какие-то там Я смотрю, когда проходишь рядом, не можешь пройти Затягивать, затягивать внутрь Так что интересно А второе направление вы скажете? Давайте дальше, да, у вас больше бизнесов Рассказывайте Также мы занимаемся разработкой программного обеспечения Которое помогает управлять жизненным циклом клиентов в бизнесе То есть это программное обеспечение Которое вы устанавливаете один раз А дальше программа очень многие вещи делает вместо вас Вы это собственник предприятия Собственник бизнеса, да Программа смотрит, как давно к вам не приходит ваш постоянный клиент Когда у него день рождения Своего рода как будильник, да То есть он пробуждает, говорит, что вот там Сегодня там Запускает триггеры, что сегодня там у Анастасии день рождения Ее надо поздравить, предложить ей тортик И послать ей букет цветов Этот продукт продается в 16 странах Ваш продукт? Да, СНГ Это вы разработали Это наш продукт, это первый азербайджанский IT-продукт Который имеет спрос IT-продукт Спрос не только в Азербайджане, но и еще во многих других странах А мы говорим о том, что IT развита там в других странах У нас тоже IT развивает То есть это уже экспорт технологий Да К сожалению, вот если говорить о сложностях Сложности развития IT-проекта в Азербайджане заключается в сложности привлечения инвестиций Крупных инвестиций Есть мировые компании, которые получают От них вы не хотите зависеть, насколько я понимаю Мы, в принципе, на самом деле развиваем свои бизнесы сами То есть не привлекаем инвестиции Потому что если вы привлекаете инвестиции И кредиты не берете? Кредиты практически не берем То есть, несмотря для каких бизнесов То есть для этого бизнеса нет Не берем С этим бизнесом все намного лучше Потому что непонятно, когда будет отдача И когда будет возврат капитала Скажем, здесь прогнозировать немножко здесь затруднительно В плане бизнес-кредитов, да Но в плане вот инвестиций, которые обычно выделяют венчурные фонды Они именно по такому принципу и работают Там бизнес-ангелы и так далее Они инвестируют в очень рискованные проекты Где вероятность успеха очень низкая Но если этот успех происходит Если выстреливает один из десяти Но если выстреливает, покрывает все затраты Еще чем Просто перечисляли столько до передачи Да, мы еще знакомились с вашим Да, я же забыла сказать, что Джамал Милим еще получил награду От компании Ernst & Young Международная Как предприниматели года в номинации инновации А давайте об этом поговорим Тоже интересно Это за какой год это было? За прошлый год Поздравляем Спасибо большое Поздравляем Расскажите, как так получилось? Ну, мы услышали, что проходит такой конкурс Но не было в мыслях сначала подаваться Потом представитель Ernst & Young Тоже связался с нами Что проходит такой конкурс Было бы нам интересно в нем участвовать или нет И прислали требования Которым надо соответствовать Чтобы там принимать участие Я ознакомился с требованием В принципе, я полностью подходил Требования были Во-первых, компания должна быть азербайджанской Без иностранного капитала Гражданин Азербайджана Определенные обороты минимальные За последние три года должны быть Или за последние... Да, за последние три года Мы решили податься Мы подались Было несколько этапов собеседования Отбора и так далее Я не знаю, сколько людей... Сколько было претендентов? К сожалению, я не знаю, сколько было претендентов Но я знаю, сколько людей было в финале Да, то есть вот потом... Из каких стран было? Я, Азербайджан Из каких стран? Это только лишь... Эрнстен Дианг в 65 странах мира Одновременно проводит этот конкурс По каждой стране локально По каждой стране локально Это тоже успех Да Было очень солидное жюри В итоге определяло победителей Жюри Это одни из самых успешных Людей в нашей стране Это топ-менеджеры Крупных международных компаний И так далее И по итогам данного собеседования Мне была присуждена Номинация... В номинации инновации Присуждена награда А вы какой-то конкретный продукт представляли? Или компанию в общем? Рассматривалась в общем компания И рассматривалась история Вообще, как... С чего начали? К чему пришли? Как это получилось? Какую пользу мы несем Населению? Либо бизнесу? Вот эти факторы Вот как раз интересный вопрос С чего вы начали? Вопрос стартового капитала Как раз Фархад Милим Каждый раз начинает с этого программы Сегодня мы упустили Потому что вы сказали Что вы не брали кредитов Вы не обращались за помощью к государствам Я знаю, что у вас сейчас Более 25 сотрудников компании В самом начале вашего пути Сколько людей у вас было в найме? Какой был офис? Какой был стартовый капитал? Ну, офиса не было вообще То есть офис был в машине? Все так начинают Или в гараже? Или в гараже, да Для нас это было роскошью И машина, и гараж Даже машины нет? Начинали мы абсолютно... В каком году? Сколько лет назад? Первый бизнес мы официально запустили в 2013 году Сколько лет вам тогда было? Мне тогда было, наверное, 23, где-то 24 Молодой Где-то 23, 22 Но вы знаете, я вообще посоветовал бы Людям, которые сейчас нас смотрят И думают запустить свой бизнес Не бежать в бизнес сломя голову Сначала набраться опыта Потому что хороший... Мы подходим то, чем вы всегда говорите О, мы подходим К теме, к теме подходим Вот эти вот все истории Там Стив Джобс, там Марк Цукерберг И так далее Это все не так Это все не так Это американские истории Американская мечта То есть, говорят там Стив Джобс начал с гаража В Сан-Франциско Стоимостью 1 миллион долларов Гараж То есть, как бы, нормально Или там... Вы знаете Вы сами подошли к этому У нас уже есть такая Даже отдельная рубрика С уважаемым Фархадом Где мы начинаем дискутировать Оппонировать друг другу Тут вопрос такой Понимаете Сегодня век Быстрых изменений Да Да, мы все сетуем Говорим, что вот Люди должны там получить Образование выше Не получить Да Как получить Что делать и так далее Практически ваш совет Вот нас сегодня смотрят Может быть, десятки тысяч И родителей И молодых ребят Девушек и парней Им скоро надо Так сказать Ворваться в этот мир реальный Мир экономики Жизни и так далее Там подобное Что вы им советуете? Вот как человек Который уже Я даже постучусь Не поленюсь, да Предприниматель года Поверьте Предприниматель года Да, довольно успешно Нам вот это интересно Я прав или не прав? Не, абсолютно право Руфат Марин Но я бы хотел бы Также вот Акцентировать Вот Джанал Малам Ахмидса Что перед тем Как начать бизнес Они должны набраться опыта Хорошо Вот если он не начал бизнес Каким образом Вот вы рекомендуете Что эти люди Должны набираться опыта Начинать как наемные сотрудники Обязательно Они должны увидеть Что такое Это разные ипостаси То есть быть наемным работником И одновременно Начать Сразу В 18 лет Начинаешь Это так тоже не бывает В 18 лет Вы можете открыть И даже в 20 И в 25 Вы можете открыть Сразу компанию Но Будет ли она успешна Вы знаете У меня есть товарищ Который Открыл бизнес Ничего не зарабатывает И говорит В то время Когда другие В убытках Я выхожу по нулям То есть Но это же Не говорит о том Что он Успешно Успешный Для этого Обязательно Я считаю Что любой человек Должен начинать Свой путь Как наемный сотрудник Для того Чтобы вообще понять Что такое Корпоративная среда Чтобы понять Налоговое законодательство Понять юридическое законодательство Узнать Как выстраивать Взаимоотношения Какие процессы Существуют Мало одной идеи Ты придумал идею Если даже ты ее реализовал Если ты ее не можешь продать Это никому не интересно А как ее продать Через какие этапы Надо пройти Продай ручку Да Все это Все это возможно Только лишь Если вы Начали Как наемный сотрудник Наблюдали Как развивается Другая какая-то компания Потом Начали делать Свой бизнес И то это у вас Может не получиться Сразу Потому что хороший А вы начинали Как наемный сотрудник Да У нас были такие Истории Когда вот допустим Люди работают Уже в какой-то компании Добавка Директор департамента Все бросает И начинает Набирается опыта Уже начинает свой бизнес Скорее всего Знаете Вот мы этот вопрос Зададим уважаемому Скорее всего Фархад Здесь понимаете Это сущность Этого человека Он не может Себе втиснуть В рамки Вот этой работы С 9 до 6 И хочет работать 24 на 7 Да Вот ваше мнение Все-таки Что является Понятно Что мы тут не альтуристы Никто из нас И так далее И так далее Мы знаем Что бизнес Предпринимательство Это интересы Во главе В центре Я не знаю Как хотите Ваше мнение Все-таки Каким Должен быть Сегодняшний Юный Бизнесмен С чего он должен Начинать Это интересно И нашим Юным Значит Телезрителям Мы их называем Телепредприниматели Да И их родителям А то Я всегда Предупреждаю Родителей Что дайте Возможности Сегодня В некоторой В некоторой Средней Азербайджанской Семьи Вырастает Новый Микеладжело Новый Композитор Новый Архитектор Новый Человек Которого Будут Все люди Знают Ну дайте Ему Возможность Пусть он А ваше Мнение Вообще Я считаю Что в бизнес Должны идти Отважные Люди Вообще В целом Есть такая Версия Что Бизнес Не для умных Людей Бизнес Для отважных Людей Потому что 90% Интересно Немножко Спорно 90% Бизнеса Оборачивается Провалом В то время Как ваши Друзья Сверстники Где-то Работают Зарабатывают Там Планируют Отдых Вы Будучи Юным Бизнесменом Вы Копите Деньги На булку В магазине Но Если Вы Проходите Этот Путь Если Вы Понимаете Что Эти Сложенности Будут Если Вы Выжили В этих Условиях То В то Время Как Другие Начнут Работать Еще Больше Вы Начнете Пожинать Плоды Поэтому На мой Взгляд Бизнес Для Отважных Более Того Я считаю Что В основе Всего И Системе Образования Тоже Обязательно Надо Закладывать Определенные Бизнес Уроки В школах Я считаю Что Правильное Будущее Возможно Только Если Каждый Человек Будет Ставить Целью Стать Предпринимателем Предприниматель Открывает Новые Рабочие Места Предприниматель Сформирует Имеет Определенное Влияние На ВВП Люди Начинают Получать Больше Благ Если Это Начинает Развиваться Элементарно Такси В Азербайджане Вспомните Сколько Раньше Стоило Такси Сколько Оно Стоит Сегодня Это За счет Того Что Очень Много Разных Компаний В Азербайджане Начали Развивать Бизнес Такси Я Хочу Минуточку Значит Давайте Мы Внесем Ясность Два Момента Первое Я Брал Интересовался Статистикой В развитых Рыночных Странах Предприниматель Занимается От 6 Максимум До 8 Процентов Населения То есть Большего Там 9 10 Иногда Касается Потом Опускается Но Такой Объем ВВП Они Создали Мал Средний Бизнес Да С другой Стороны Сегодня Вы сказали Что Больше Отважный Нежели Умный Я Немножко Тоже Фархад Тоже Не Согласился Я Тоже Не Соглашу Знаете Почему Последнее Время Тем Что Ты Открош Кафе Ресторан Производство И так Далее Ты Этим Много Не Заработаешь Оно Все Уже Понимаете Стандарт Красный Океан Да Но Если У вас Какая Будет Идея Это Уже Говорит Об Интеллекте И IQ Которую Выше 100 И Которую Вы Можете Привнести Я Так Понимаю Что Джамал Наверное Больше Все Так Я Тоже Сказал Что Это Спорное Утверждение Наверное Он Больше Имел Ввиду Что Скажем Так Человек Такой Умный Он Будет Рассчитывать Скорее Все Придет К выводу Что Это Ничего Не Получится Скажем Так А Дерзкий Или Человек Сорви Голова Он Не Так Будет Во Все Детали Вникает Да И он Как бы Сразу Начнет Я знаю Что Джамал Милим Рискнул И пошел Еще В такое Направление Бизнеса Как Дроны Да А вот Это Интересно Мы Занимаемся В Азербайджане Продажей Дронов Специального Назначения То есть Дроны Бывают Специальные Разрешения Там Потому что Дроны Это Все Таки Не Это Не Буки Есть Такое Большое Заблуждение Что Продажа Дрона В Азербайджане Запрещена Но На самом Деле Продажа Дронов Не Запрещена Она Лимитирована Есть Просто Определенные Этапы В каком Случай Бизнес Клиент Может Приобрести Дрон Мы Не Продаем Простые Дроны Которые Используются Там Ну Просто Население Использует Или же На свадьбах Смотрю Везде Дроны Наши Дроны Специального Назначения Их Наши Дроны Помогают При инспекции Электровышек Наши Дроны Помогают При поиске Мин Наши Дроны Помогают При управлении Пожарами Или Поиск Мин Это интересно Да Это Лидар Технология То есть Она Инновация Бизнеса Я извиняюсь Вы это Импортируете В страну Мы импортируем В страну Мы не занимаемся Производством Мы представляем Один из брендов Один из Самый крупный Бренд Который Выпускает На самом деле Дроны В этом направлении И сама Эта компания Помогла Победить В свое время Пандемию В Китае Внесла Очень большой вклад За что Получила Благодарственное Письмо От руководства Китая То есть Эти дроны Помогали Правильным образом Проводить Дезинфекцию Помимо этого Осуществлять Контроль Патрулирование Города Когда Нельзя было Выходить Из дома Определять Людей Которые болеют Но вышли Из дома Наши дроны Они могут С высоты Тысячу метров Определить Среди людей Кто из них У кого температура 38 градусов Давайте приземлимся А помимо дронов У них еще Я знаю Есть оборудование Для торговых центров Тоже Какое-то умное У нас есть Торговое оборудование Которое предназначено Для Магазинов Маркетов Ресторанов Извините меня Уже четвертое направление Бизнеса Сотрудниками 25-26 Вы Извините меня Опять постучу Смотрите Раз, два, три Так Вы Курируете И Оперативно Управляетесь Стоками бизнесами Тут На один бизнес Это одна компания Фрейзекс Да А вот это Скажите Объясните Как они Они что 24 часа в сутки Работают Нет Но я думаю Что они готовы Работать То есть Скажем так Сам Нам очень сильно Повезло с командой У нас Команда людей Энтузиастов Которые очень сильно Любят Верят И знают Как правильно развивать Средний возраст Какой ваших сотрудников Средний возраст 30 лет Нет Сейчас Вы знаете Уже меньше С пандемией Это уже где-то Наверное 25 Даже То есть Молодые 24-25 Дело в том Что мы Все эти бизнесы На самом деле Они В принципе Находятся в одной Экосистеме То есть Это все B2B направление В основном Одни и те же Клиенты Это могут быть Мы работаем С одним и тем же Сегментом Можно сказать Кроме дронов Дроны Это немного отдельная история Там в основном У нас Государственные структуры И крупные бизнесы Приобретают А все остальное Это как бы В принципе Одна и та же Экосистема И помимо этого Мы Просто умеем Правильно выстраивать Механизмы управления Где не нужно Набирать большое количество Людей Надо просто Чтобы процессы А вот Я очень смеяюсь Мы подошли Еще к этому вопросу Вот сейчас смотрят Я вижу В глазах Зрителей вопрос Как попасть на работу Да Как всегда Как попасть К вам на работу Наверное Вы хорошо платите Мы Если работают люди Столько на вас Значит вы хорошо платите До пандемии У них вообще было 50 человек в штате Ну тогда пандемия Условия дала Именно толчок Для развития Таких технологий Компаний Которые сидя дома Там управлялись Чуть ли не спутниками В космосе Это другой вопрос А как к вам Попасть на работу Вот люди Куда могут писать Обращаться Там Все очень легко и просто У нас есть Наш имейл адрес Job Собачка phrasex.com Могут произойти На сайт phrasex.com И там найдут Могут присылать У нас в принципе На самом деле Круглый год Практически Бывают открытые вакансии И Если есть подходящие Кандидаты Мы готовы взять Насчет зарплат Наши зарплаты Не самые высокие На рынке Но наши зарплаты Это зарплаты Которые конкурируют С зарплатами Которые предлагают Крупные бизнесы Своим сотрудникам Тома У меня к вам вопрос Пожалуйста Вот вы Отметили Что в основном B2B Бизнесом Работаете Да То есть На конечном Потребителе В основном Вы неориентированы Вы Перечислили Такие Интересные Направления Различные Технологии Да Все Таки Что Из этих Услуг Или товаров Вы Сами Производите Или же Вы Насчет Дронов Я понял Вы Импортируете А все Остальные Что вы Сами Здесь Производите Это Раз Во-вторых После Реализации Этих Продуктов Вы Оказываете Какие-то Сервисное Обслуживание Гарантийное После Продаж Пост Продаж На Обслуживание Есть 100% Азербайджанский Продукт Который Создан В Азербайджане Это Продукт InLoya.com Который Я вам Говорил Для управления Жизненным Циклом Клиента Который Продавится В 16 Странах Да Это Эти Продукт Кстати У нас В рамках Этого Проекта Прямой Контракт С Facebook В Европе Где-то Тоже Есть Но В СНГ Это же круто Азербайджанская Компания Имеет Официальный Контракт С Facebook Это Полностью Азербайджанский Продукт Который Я бы Сказал Он Является Одним Из Основным Который Мы Развиваем Больше Всего Все Остальные Продукты Они Находятся В нашей Экосистеме И Вот Возвращаясь К вашему Вопросу Руфатмэм То есть Умный Или Отважный То Что мы С вами Обсуждали Я не Являюсь Ни Программистом Я ни Разу Не Управлял Ни Одним Дроном Который Продаю Хотя Ну Удачно Продают Больше Всех Да Мы Продаем Больше Всех И Никогда Не Пользуюсь Программами Лояльности Которые Мы Делаем Я Все Таки Считаю Что Есть Такая Поговорка Не бойтесь Сделать Поэтому Все Таки Я Больше Думаю Что Нужно Быть Отважным Понимать Риски Но Все Равно На них Идти Предварительно Набравшись Опыта Потому Что Бизнесмен Предприниматель Это Как Хороший Пилот Пока Не Налетаешь Обределен Количество Часов Ты Профи Не Станешь Все Таки Перечистите Продукты Которые Вот Вы Здесь Делаете Лоя Это Полностью Азербай Запустили Новый Продукт Тоже Полностью Азербайджанский Мы Провели Полную Интеграцию С Мировыми Компаниями Такими Как Apple И Google И Мы Сейчас Любые Но Это То Что Управление Жизненным Цикл Это Другая Это Что Мы Все Карты Которые У вас Есть Портмоне Карты Лояльности Абонементы Визитки Это Вы Сами Разрабатываете Вы Все Это Даже Визитные Карты Все Это Можно Переместить Ваш Телефон Такие Технологии Есть В 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 Р В В В уникальной во всем мире, мне в это немного сложно вериться, потому что пока еще инфраструктура она должным образом не готова. Есть такое понятие, как Big Data, это сбор больших данных, информации в цифровом виде. Их должно накопиться очень много, чтобы можно было делать какие-то уникальные продукты на весь мир. Америка давным-давно с 90-х в цифровом виде все эти данные собирает. Я так понимаю, что вы, допустим, скажем так, выбрали за основу какие-то уже существующие технологии, модифицировали их, адаптировали, скажем так, под реальность азербайджанского, скажем, рынка, на азербайджанского потребителя и таким образом производили. То есть я это правильно понимаю? Все понимаете правильно. Поэтому я говорю, мы оппортунисты, то есть не стартаперы. Мы больше смотрим, что может быть интересно. Но нельзя взять готовую модель в другой стране и скопировать и внедрить ее в Азербайджане. Так это не работает. Это все должно детально прорабатываться, изучаться. Да, я очень извиняюсь, у меня вот очень умные мысли тут витают. У меня конкретика. Вот нас смотрят люди. Какие критерии, молодые, какие критерии вы выдвигаете для того, чтобы взять их на работу? Я так понял, что вы на это дело смотрите очень либерально. То есть если даже вам не нужны эти сотрудники, все равно вы молодых приглашаете и как-то их испытываете. Я не знаю, там дальше. Критерии. Вот раз, два, три, четыре. Вот какие критерии? Скажу сразу, что для поступления к нам на работу нам не нужно высшее образование. То есть это то, это главное. Да, это то, что мы считаем в каких-то вопросах может даже нашему бизнесу мешать иногда в зависимости от позиции. Потому что мы ищем людей, которые мыслят вне рамок, вне стандартов, которые умеют фантазировать. Нам нужно, мы ищем людей, которые видят себя через 10 лет, через 20 лет предпринимателями, бизнесменами, но не наемными сотрудниками. А вы не боитесь, что они вырастут в вашей компании и станут вашими конкурентами? Вы знаете, мы будем только рады. У нас есть примеры, когда от нас ребята приходят. Опять приходят, говорят, что я конкурентов люблю, обожаю. Вы, давайте, я очень извиняюсь, Пархат, давайте конкретно скажите, что должен значить английский, испанский, я не знаю, китайский. Он должен. Что он должен, умеет, что должен знать конкретно? Он обязательно должен знать в нашем деле английский язык. В совершенстве. Не в совершенстве, но разговорный, чтобы уметь вести там переписки по моему, до базы. и в зависимости от позиции у нас к некоторым позициям требования полного владения русским языком тоже. Но есть позиции, где русский язык не обязательно. Должен обязательно быть человек открытый к инновациям, технологичный, то есть есть люди, которые, например, не пользуются социальными... Есть такой критерий открытых инноваций... Я вам скажу, вот есть люди, которые не пользуются социальными сетями. А, вот у меня вопрос. Вы, кстати, при собеседовании мониторите соцсети, потому что сейчас многие компании при нами мониторят социальные сети своих потенциальных сотрудников, смотрят, что они лайкают, на что они ориентированы, кто у них друзья, какой контент они публикуют. Вы смотрите на соцсети? Мы не смотрим. Это лично... Мне кажется, что это все-таки пока еще рано. Мне кажется, это как-то личное пространство, которое не должно сказываться на том, принимать человека на работу или нет. Требования – это языки, это знание компьютерных программ обязательно, без которых мы не рассматриваем. Готовность не ставить какие-то... Творческая личность. И еще одним важным фактором является у нас возраст. То есть мы принимаем на работу до 35. Почему? Ну, это нормально. До 35 – это практически юный человек. Желательно, чтобы дискриминации здесь не было. Чтобы сформироваться. Диана Анатольевна, у меня к вам следующий вопрос. Все-таки мы говорим об инновациях в бизнесе. И люди, которые нас смотрят, потенциальные предприниматели, то есть если мы задумываемся или же планируем открыть, заняться вот этим видом деятельности. Вот я как бы свое мнение могу сказать, что вот если говорить о каких-то инициативах в сфере инновационной деятельности, да, скажем, раньше был определенный спрос, и на этот спрос вот формировалось какое-то предложение, да, скажем так. Вот есть такая потребность и начиналось это все изучаться, вырабатывались определенные технологии и так далее. Но в нынешнее время, уже последнее, скажем так. Предложение начинает опережать. Да, предложение, оно само формирует спрос определенный, что диктует. Даже, да, может быть, кто-то даже не задумывался, что можно каким-то образом какие-то услуги, а уже как бы есть на готове предложение. Вот опять-таки, если с точки зрения инновации в сфере бизнеса, да, вот мы говорим о нашей стране, вот в Азербайджане, вот как вы оцениваете, да, вот на что должны ориентироваться, все-таки брать какие-то уже готовые модели или какую-то практику, или же все-таки вот имеет смысл изучать вот возможность каких-то вот, скажем, потенциальных возможностей, которые можно будет предложить для формирования спроса? Для того, чтобы, если тем более это первый бизнес, да, ну, или даже не первый, мы считаем, что нужно рынку давать то, что он хочет здесь и сейчас. То есть не смотреть на 5 лет, на 10 лет, на 20 лет вперед, вот эти все там блокчейнсы. Можно не дожить даже до этого времени элементарно. Да, но это очень быстро формируется с рфотмарлями. Я вас уверяю, что это... Вы знаете, на самом деле, я считаю, что пандемия, она полностью поменяла весь мир и взаимоотношения между клиентами и бизнесами полностью поменялись. Раньше стратегию компании определяла сама компания. Вот с момента пандемии стратегию начал определять сам клиент. То есть клиент хочет получать... Даже не рынок. Не рынок. Ну, рынок, да, то есть как бы клиент, но не бизнеса. То есть раньше было, что наша стратегия, через 10 лет мы хотим быть там-то, через 5 лет мы хотим сделать то-то. Пандемия все это поменяла. Клиент стал очень капризным. Избирательным. Избирательным. Как это говорит на английском always connected, то есть постоянно подключенный к каким-то устройствам и он хочет получать услугу сервис прямо здесь, прямо сейчас на любом устройстве, на котором он... на его усмотрение, которое он захочет. Но я знаю, что вы в пандемии выросли. Мы выросли в пандемию, да. Мы предложили... Вот наш продукт, InLogicom, о котором мы говорили, он предложил рынку спустя 6 дней после начала локдауна, предложил рынку за один день переводить бизнес в электронную коммерцию, в интернет. В то время, если вы помните, то есть бизнес... Магазины не имели права работать, не имели права открывать работу на улицу, могли работать только онлайн. Онлайн бизнеса в Азербайджане были представлены мало. Мы спустя 6 дней подготовили продукты, предоставили рынку, как за один день бизнес перевести в онлайн. То есть интегрироваться уже в онлайн-систем. Да. А вот кто пользовался? Какие вот магазины? Очень много магазинов, очень много... Какие-то, скажем, названия. А как они узнавали вас? Вы сами им рассылали предложения? Или все же уже были клиенты, которые пришли самостоятельно и обратились к вам за услугой? Это тоже интересно. Смотрите, когда объявили о том, что началась пандемия, на утро, когда мы проснулись, мы на работе увидели, что у нас по нашему продукту не осталось ни одного клиента. Количество клиентов равно нулю. Бизнесы не работают, соответственно, нет клиентов. Поэтому через 6 дней, когда мы выкатили это решение, мы в первую очередь предложили его нашей существующей базе клиентов. То есть вы самостоятельно все-таки пошли с предложениями? Позже, конечно, была реклама, нас начали находить сами и так далее, но первые шаги мы сделали сами. Я могу назвать название компании, просто я не знаю, это не будет рекламой, наверное, не стоит. Но очень много компаний в Азербайджане, в основном в B2C-сегменте, которые к нам подключились. Именно поэтому мы выросли. То есть мы выросли в два раза по причине того, что немного не поспевали за рынком. То есть рынок от нас требовал больше, чем мы могли предоставить. То есть могли бы и в три, и в четыре, если бы были готовы заранее? Если нашли бы нужное количество профильных сотрудников, то да. То есть видите, все-таки проблема профильных сотрудников есть. А вот смотрите, допустим, к вам пришли допустим, сто компаний, условно. Пандемия закончилась, постпандемия, слава богу, у нас в Азербайджане вообще такое ощущение, что ее вообще не было и нет. Да. А сколько компаний осталось и сколько ушли, опять вернулись на старые классические форум работы? Очень интересный вопрос. Да. Мы знали, мы понимали, что пандемия рано или поздно закончится, что это не будет длиться вечно, и поэтому изначально тоже готовились к этому тоже, что как мы себя будем вести, когда пандемия закончится. поэтому количество сотрудников выросло еще для того, чтобы оптимизировать существующий продукт, чтобы этот продукт могла поддерживать меньшая команда людей, чем нужно. И, в принципе, к моменту завершения мы были к этому полностью готовы. Очень много клиентов, да, ушло, очень много, наверное, процентов 50, может, даже 60, потому что электронная коммерция в Азербайджане все еще развита, пока еще слабовато, то есть это еще надо развивать, развивать. Да, кстати, мировые данные я хочу сказать. Вы знаете, что я смотрел статистику, до пандемии, естественно, там где-то 15-20 процентов было это через интернет, покупки, естественно, в пандемии это подскочило аж до 70 процентов, потом опять все вернулось. Ну, почему? Тут человеческий фактор. Люди, тем более, на востоке, люди хотят ходить, там что-то пощупать, попробовать, там, я не знаю, это тоже вот, и плюс, конечно, создание общества потребления, о котором мы с вами, Анастасия Ханум, говорим на другой нашей передаче. Мировая экономика Азербайджана. Да, и там, и там мы, что мы видим, да, статистика упорно говорит о том, что какой бы не было интернет-торговли, это удобно, это хорошо, сидишь, заказал, принесли, начиная от бутерброда, заканчивая автомашиной, да, но тем не менее, у людей осталось вот это вот чувство, понимаете, пойти, потрогать, особенно сейчас в торговых сетях вообще, да, вот этих, заходишь и сразу подходит, может быть, вам кофе или чай там и так далее, вот эта вот аура, плюс вот эти вот ароматы. Еще и ароматы распыляют, которые мы сегодня узнали. Да, 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 да. Джанамарин, вот я согласен с вами, Руфатман, вот один момент я хотел бы уточнить, хотя вы до этого сами сказали, что вот будучи занятым вот в этой сфере, вы сами в программировании не очень-то так сильно разбираетесь, и еще дополнительно отметили, что при приеме на работу вот такие критерии, как высшее образование, это не является принципиальным, но все-таки вот в той сфере, вот в которой вы работаете, предлагаете товары, услуги, какие специальности они будут наиболее востребованы в течение пятидесяти лет, скажем так, 5-10, очень хороший вопрос. на что следует больше обращать внимание, то есть мы не говорим о том, что каким образом эти специальности будут приобретены через какие-то учебные заведения или самостоятельные, или курсы, сейчас, слава богу, очень есть возможности, distant learning, через какие-то онлайн-системы можно научиться. Почему я об этом спрашиваю? потому что вот вы вначале отметили, что все-таки для того, чтобы начать быть предпринимателем, нужно сначала самому работать, быть наемным работаем, чтобы понимать вот эту сферу. И я все-таки полагаю, что для того, чтобы именно все время эта специфика сужается, для того, чтобы именно в инновационной деятельности начать какой-то свой бизнес, человек должен понимать свою работу, свою специальность, он должен как бы потребность понимать. Поэтому вот ваше представление именно вот в вашем секторе на что, на какие специальности, направления, программ должен вот... Ну, с начала пандемии это вообще все более очертилось четко. Самые востребованные профессии на сегодняшний день это программисты. Мы сегодня в азербайджане. В какой сфере именно? Программирование делится на три части. это там бэк, фронт и мобайл. Да, вот три. Востребованы все три. То есть все три направления, они очень сильно востребованы. Мы в азербайджане конкурируем уже не с азербайджанскими компаниями за сотрудников. Мы конкурируем с чешскими компаниями, с итальянскими компаниями, потому что пандемия показала, что не нужно, чтобы сотрудник сидел в офисе. Пускай сидит дома. На даче. В Баку. Да, да. И в результате пандемии, те, кто оказались наибольшим выигрышем, это как раз таки программисты. Да. Их стоимость услуг выросла в сто крат, наверное. Даже так? Да. Черт, надо было себе профессию выбирать правильно. В принципе, наш мир, во-первых, инновации не только в Азербайджане, но и во всем мире. Правительство стран все больше и больше внимания уделяет инновациям, высоким технологиям, искусственному интеллекту, бигдата и так далее. Поэтому ближайшие там лет даже 50, я думаю, не 5-10, вот программирование будет очень востребовано. И я посоветовал бы стараться строить бизнес именно в этой сфере и изучать данные направления. Я обязательно установить... А вы открыты для стартапов? Если сейчас к вам придет потенциально человек с идеей, скажет, что я хочу создать IT-стартап, вы готовы инвестировать в чужие IT-проекты для того, чтобы они стали частью вашей компании? Хороший вопрос. Мы... Очень. Мы рассматриваем стартапы, но мы не инвестируем как венчурные фонды. То есть, это важно отметить. Венчурные фонды инвестируют там X монат за 10%. Мы делаем немного подробнее. Мы инвестируем X монат за 90%, за 80%. Хороший подход. То есть, почему мы это делаем? Ну, скажем так, больше 51%. Мы управление забираем себе. То есть, это становится продуктом нашей компании, который должен работать по нашей структуре, по нашей стратегии. И риски делятся, и... Да. В принципе, да. А к вам уже приходили люди с подобными предложениями? Принимали вы их или отклоняли? Приходили, но пока не могу назвать кейс, что вот мы взяли и сделали. Каждый раз вот на этапе как раз таки... Сам вопрос там дележки, когда начинается, это самый, это самый такой вопрос. Все-таки, Дзялман, я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу. Вы отметили программисты. Другое направление еще? Программисты, программисты есть еще такое направление, как диджитал, как правильно на русском сказать? Чифровой... СММщики, наверное? специалисты цифрового пространства, назовем это вот так. Это не только СММщики, СММщики это самая мелочь, это как правильно выстраивать коммуникацию с клиентом в 21 веке. То есть, раньше мы получали СМС, да, там рекламного характера. Сегодня на смену СМС приходят пуш-уведомления на наши телефоны и приходят имейлы. И все это работает не так, как с СМС. В случае с СМС все было легко, написали текст, послали и все. В случае с пуш-уведом, или же там имейл, или мессенджер, и так далее, все работает по-другому. Отслеживается, сколько людей получило, сколько людей прочитало, сколько людей перешло, что было интересно, что было неинтересно, чем это заменить при следующих рассмотрах. Большой брат, следит за тобой. Да, да, да. Но вот этот процесс невозможно как-то оцифровать, чтобы это, то есть для этого специально нужны, вот я имею в виду, люди, всегда нужны люди, то есть, которые анализируют, вот говорят, что есть такое направление, да, нео-лудисты, может, вы слышали, которые... Люди во Франции были, когда Ромаль, Ломаль, по-моему, в Англии Ромаль. А во Франции были. Во Франции, да, да. Во Франции были, им сказали, что капитализм, корень зла, это средства производства. Да. Они их ломали. Сейчас появились нео-лудисты, они против роботизации, то есть, они считают, что на смену рабочих мест придут роботы. Вот, мне кажется, эти риски... Мы не доживем. Их и не будет, потому что всегда нужны люди, то есть, как бы там ни было, без человека бизнес построить невозможно. Это нужно уже как бы... Да, я с вами согласен, что все-таки вот эти и новые технологии, и вот этот искусственный интеллект, о котором вот много все говорят, они больше все-таки будут помогать человеку, а не заменять. Да, абсолютно верно. У нас традиционный вопрос всегда с уважаемым Фархадом, да, кем вы хотели стать тогда? Ну, понятно, можете не говорить, что там хоккеистом, футболистом, космонавтом, космонавтом, да, а реально, вы все-таки поколение новое. Вот это вот нам интересно. Вы знаете, у меня это в разных декадах возраста менялось. Сначала я просто хотел стать кем-то, кто будет зарабатывать очень много денег. Правильное мышление. Потом я хотел, четко понял, что я хочу быть бизнесменом, что у меня должен быть свой бизнес. Я первые свои какие-то дела в восьмом классе начал там продавать что-то. Какой это год был? Это 2003, 2002. Но вы уже как бы формировались на этой волне, поэтому уже вот все ценности у вас. 2001 может быть. Калиньянекст. Но в более зрелом возрасте я хотел быть пожарником. Странно, обычно с этого все начинают. Да, странно. На этой оптимистичной ноте, к сожалению, мы вынуждены закончить нашу программу, потому что наше эфирное время ограничено. Но я считаю, что за то непродолжительное время нашего общения, которое было выделено в рамках нашего эфирного времени, мы обсудили большой спектр вопросов. И я думаю, что те телезрители, которые посмотрят нашу сегодняшнюю программу, обязательно найдут ответы на интересующие их вопросы. Сегодня мы говорили об инновациях предпринимательской деятельности, а помогал нам в этом наш приглашенный гость и эксперт Джамал Хасаев, который является серийным предпринимателем, инноватором, учредителем и генеральным директором компании «Фрейзекс». Также в нашей дискуссии принимали участие наши постоянные гости и эксперты. Это автор идеи «Час предпринимателя», доктор экономических наук, профессор, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев и директор общественного объединения правового и экономического просвещения предпринимателей, член коллегии адвокатов Азербайджана, доктор философии в области права «Фархад Сатаров». Съемочная группа также благодарит нашу гостеприимную площадку, где проходили съемки. Это отель «Хилтон Баку». И обращаясь к нашим зрителям, я напоминаю, что сейчас на своих экранах вы видите ватсап-номер, на который вы можете присылать вопросы и комментарии, которые мы обязательно учтем при формировании наших дальнейших выпусков. С вами была я, Анастасия Рагимова, программа «Час предпринимателя» на CBC. И мы с вами не прощаемся и говорим до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин